Так, у меня есть один человек. Значит, мой стрим увидели. Так, сейчас я подожду, когда подойдут, и сделаю объявленица. Объявленица сделаю. Думаю, что интересно. А там как? Как получится? Ну, пишите что-нибудь. В третий раз включаю, конечно. Нехорошо получилось, но вот, к сожалению, что-то мы не рассчитали. Возможно, у Ланы еще пока нет такой опции. Четыре человека, и я прошу извинить за то, что так вот не получилось у нас. Мы старались, мы хотели, мы пробовали, не получилось. Почему сейчас вертикально я стримлю? Потому что я сейчас завела совместный стрим. Ссылку я скопировала и отправила себе на почту. Поэтому у меня будет такое предложение. Пока у меня 21 человек в чате. Но, как правило, заходят люди самые заинтересованные. Если кто-то хочет со мной постримить, обращайтесь. Вот ты, любимка, например. Я моментально отправляю ссылку. Пишите на мою почту. Пишите здесь, во-первых. И пишите на мою почту. Я сразу вам отправлю ссылку. И все, нажмете и войдете постримить. Странно, почему Лана не могла войти. Ведь ограничения никакие не касаются моего канала. Это очень странно. Там что-то, видимо, на стороне Ланы. Может быть, что-то в настройках. Потому что никаких ограничений не может быть, по идее. Стрим-то на моем канале. Уровень гостей опускается все ниже и ниже. Кто следующий? Вот как раз я вас и называла следующим. И тут ваш такой умный комментарий. Про Никиту есть вопрос. Пока ждем ее. Лану ждать не надо, потому что она не зайдет. У нее нет входа. Написано, что недоступна. По какой причине, не знаю. Так что у Ланы не будет. Приветик, приветик, приветик. Я предлагаю, кто хочет постримить со мной. Если такой человек найдется, то я отправлю ссылочку по e-mail. А если нет, значит, я сама постримлю. Хотя у меня в голове-то Лана была. Поэтому я как бы не была настроена о чем-то о себе рассказывать. Только если вы спасете стрим, и мы о чем-то поговорим. Потому что я как-то думала о Лане все время. И была ориентирована говорить о ней. Нет, ее подписчики здесь совершенно ни при чем. Абсолютно. На стрим может выходить любой человек, любой гость, не блогер. Вы можете выходить на стрим. Это мои подписчики. Это стрим у меня на канале. Кто был инициатором стрима с Никитой? Он что-то говорил про нового мне стрима. Никита позвонил и сказал, что у него образовалась такая пауза из-за того, что плохие погодные условия, он не поедет на работу. И не хочу ли я постримить на ту тему, о которой мы хотели говорить раньше. Это о его путешествиях, о его жизни в России и о его путешествиях. Я сказала, конечно, да. По поводу новой он сказал, что только, пожалуйста, давай не будем говорить. Я говорю, о чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Естественно, нет. Мне это и неприятно. Я избегаю. И вот это вот, когда будут появляться вопросы, я даже не буду на них акцентрироваться. Их просто буду удалять. Ни в коем случае. Это меньше всего мне бы хотелось и думать об этом человеке, и тем более говорить о чем-то. Слишком большой звездой она себя возомнила, что все должны о ней думать и ее вспоминать. Вовсе нет. Он просто боялся, что вдруг я начну эту тему. Нет, мне она нафиг не нужна совершенно, эта тема. Лана никого не боится, сказали тоже. Лана, наверное, тот человек, который вообще никого не боится, никаких хейтеров, ничего. Думаешь, о чем-то похожи? С Чаркиной чем? Не знаю. Я плохо Лану знаю. Я только хотела ближе сейчас познакомиться. Я ее знаю только вот по Ютюбу. За базу стрима дался, надо развивать, только его надо прерывать. Ты знаешь, зависит от него, захочет еще постримить, предложит. Я сама напрашиваться не буду. А вот и Лана подошла. А можно Свету Сани, girl, она всегда готова. Вы знаете, я предлагаю постримить тому, кто зашел ко мне на стрим. Я не думаю, что она на стриме у меня. Поэтому, если кто-то готов, я ссылку пришлю по почте сразу. Нужно только пальчиком нажать, может разговаривать. Может любой человек из чата. Можете, если хотите, не показываться, только голосом. Я предлагаю, если как бы никто на это не пойдет, ничего страшного. Это тоже ожидаемый вариант. Но я решила такую опцию предложить, раз уж мы сегодня собирались стрим делать совместный. Привет, Себастьян. Привет, Марина Аник. Привет, красотки пишет яблочком. Вот такая вот у нас накладочка вышла. А я до стрима сначала приготовила еду, потом частично кое-что еще для чемодана приготовила, принесла одежду из сушки, разложила. Потом прилегла, присела, прилегла, посмотрела этот фильм, который я сейчас смотрю, никак не закончила. И уснула. Надо было ей просыпаться. К двум часам все равно стриме удался. Могла бы выспаться, кто бы знал, что не получится. Так хорошо спала. Потом чувствую, пора просыпаться. Проснулась без двадцати уже была. Лана, отвечаю, Соня, Лана не смогла прийти, она здесь в чате. Вот, не получилось выйти. Какие-то технические неполадки. Интересно было бы взять интервью у Яблочка. Но Яблочка пока не таких намерений не показывала, что она хочет выйти в стрим. Я сомневаюсь. Поставьте, пожалуйста, лайк этому стриму. Вот Себастьян не хочет выйти в стрим? Кто хочет, ребята? Брюки, сушилку уже достала. Все в порядке. Вспомнила не сразу, честно скажу. Вспомнила не сразу. Ну, ничего, ничего. Ну, где-то на час, час пятнадцать. Но очереди там нет. Там просто никого сегодня нет. И по коридору идешь, такой сильный-сильный ветер. Так, ну, ух. Сейчас как раз время, когда этот циклон, ураган. Ну, не знаю, насколько он там, ураган сильный. Привет, позитивный. И вам привет. Ну, так немножко не очень приятно идти. По коридору там такой ветер носится. А здесь вроде ничего так. Нет такого шума, какого-то страшного ветра. Окна там не дребезжат. Ничего такого, ничего страшного. Не происходит. Фильм называется «Виктория», который я смотрела. Но я не могу его прям рекомендовать. Вот такой какой-то тягучий тянется. Тянется, никак не закончится, хоть и на шесть часов. И как-то там все какие-то тяжелые жизненные события непонятные. То ли, ну, такой, знаете, со стрельбой. Блузку мою похвалили. Спасибо, это одна из моих любимых блузок. Люблю я, она такая классическая. Я стеснительная, говорит, яхточка. Телефон как телефон, обыкновенный телефон. Все в нем красивого. Ну вот, товарищи, дорогие зрители, уважаемые, 265 человек. Три человека. Здесь четыре показывает. Давайте, давайте. Поживее, так поактивнее, поактивнее. Кто будет стримить? Лену Хэппи. Что делать-то будем? Лена, планируете ли вы в эту поездку посещение ортодонта? Поможет ли родни в этом целевой донат? Какого ортодонта? Мне прикусы не надо исправлять. В чем родни поможет? Ничего не поняла. Что тут происходит? А пока ничего. Привет, позитивчик. Я боюсь вас, Лена, у меня постоянно баньте ни за что. Вот, давайте выходите в стрим. Расскажите о себе. Ни за что не бывает. То я уже жалею, что я вышла. Не надо было выходить. У меня новостей никаких нет. Все мысли о чемодане, чтобы ничего не забыть. Есть список. Список, когда что-то вспомню. А, вот это вот. А еще переходник. А зарядное устройство. А вот это, а вот это. Записываю. Потому что в конце уже сборов по списку, чтобы пройтись и проверить какие-нибудь важные мелочи, которые неприятны, если забудешь. Поэтому и жду завтрашнего дня, чтобы он был рабочим, надеюсь. Не хочу, чтобы он был выходным. Но пока ничего не происходит и ничего не понятно. Роза ничего, держится. Давайте собирать чемодан в эфире. А чего его собирать? Из чего собирать? Он же весь собранный. Да. Птицы в дорогу собираются дальнюю. Будет ли видео с чемоданом? Чего там показывать? Обыкновенный чемоданчик. Я говорю, у меня там мало вещей. Нет, вы не в бане. В васаби. Я знаю, что у вас не такой ник. А куда вы едете? К мужу. Чемоданчик там ничего интересного нет. Неужели вам интересно смотреть чьи-то шлюпки и чьи-то блузки? Там абсолютно неинтересно. В HUE еще знают о приезде Селима? Его нужно регистрировать. Даже я еще не знаю о приезде Селима. Как же могут знать в HUE? Как интересный какой вопрос. Может быть, вы знаете что-то о приезде Селима? Я, например, об этом приезде ничего не известно. Я сегодня нежно выгляжу. Старалась для Ланы. Видите как. Покажите встречу в аэропорту с Селимом. Не знаю, как получится. Я никогда специально заранее не думаю об этом. Иногда получается показать. Иногда нежелание даже телефон доставать. Не могу даже заранее сказать честно. Нет, ненадолго. Может, у Ланы нет входа, потому что у нее право модератор. Да нет, я отправлялся. Линк. Причем здесь это? Линк. Обыкновенная ссылка на ее там телефон. Нет. Это не зависит. Сегодня на стриме модератора больше, чем зрителей. Нет, это не так. Это не так. Даже, блин, грустно-то как получилось. Вот, как говорится, не судьба, Ланы. Нет. Были попытки вашего бывшего мужа вас вернуть после развода? Разумеется, до встречи с Селимом. Нет, конечно, и у меня не вы. А вы с мужем отдельно живете? С нынешним, в смысле, с мужем? Мы не хотим жить отдельно, но мы просто в разных странах, и мы познакомились с ним. Мы как бы ни в одной стране живем, в принципе. Не познакомились в одной стране. Мы не специально живем отдельно. Какой день своей жизни вы бы еще раз вернулись? Не знаю. Мне кажется, это глупое занятие возвращаться в какие-то дни своей жизни. Даже чисто мысленно какое-то неправильное занятие. жизнь, она только раз проживается. Этим она и цена. Как бы вы жили, если бы не встретили Селиму? Интересный вопрос. Так, примерно, наверное, так же, как теперь. А где Затеева? Может, она согласилась? Интересно будет узнать про клизмы. Клизмы не она ставила. Другая Таня, которая вела блог доктора Барменталь, просто Тане Затеевой начали это приписывать. И она это подхватила в качестве шутки. А это была не ее тема, и она не блогер. Их смешали в одну кучу. Что покер постарался. Навели шороха, всех запутали. И стали Тане Затеевой постоянно на мозги капать этим блогом, упрекать, который она никогда не вела. Это два разных человека. А Тане просто подхватила, потому что ей предложили стать этим доктором Барментальным. А это не она. И она просто подхватила эту тему, которую ей предложили. И она немножко этой темой поигралась, по-хулигану. Очень интересно был бы разговор с Ланой. Вот Васави написала. Она сегодня специально зашла на канал Тяркиной, чтобы посмотреть на нее. Даже не могу себе представить Ваш разговор с такой жесткой, безапелляционной, очень злой женщиной. Я не думаю, что она злая. Манера такая общаться. Мне как раз было бы интересно с таким ярким человеком пострелить. Ну, когда-нибудь получится, чё? А, вы этим грешите, Оливия. Вы правильно говорите. Мне надо смотреть в прошлое. Ну да, какое-то немножко такое занятие. Это неблагодарное. А Забазных похож характером населимый или нет? Я не могу сравнивать. Сложно. Наверное, нет. Просто мне все стрельцы нравятся. Стрельцы особенно... Да вот они даже с Селимом, у них два дня разница день рождения. Селима 28-го, у него 26-го. У меня был роман со стрельцом. Долгий роман. А у него 20-го день рождения. 20-го. Потащи. Только декабря. Да, декабря. Не ноября. Ну, неважно. Короче говоря, как-то со стрельцами нормально. Мне нравится со стрельцами общаться. Лена, не думаете, что, может, лучше будет переехать в город побольше? Например, в Майами. Селима, наверное, будет легче найти работу. Так и я есть в Майами. Что тут? У нас тут здесь все вместе. Майами, Форт Лодердейл. Мы это не делим. Мне до Клаудии ехать, которая находится в южном Майами. 55 минут. В южном Майами. А до центра города Майами 40 минут. Может, чуть меньше, когда трафика нет. Куда же переезжать? Это все равно, что сказать, переехать вам там, я не знаю, из Беляева на Парк культуры. Это все та же Москва. Это недалеко здесь. Здесь все вместе. Мы не делим это. Это вся эрия. Это все вместе. Не, вот с этой я стримить точно не буду. Которая Мария, это не до Мария, как ее там. Как кофеварка поживает? Хорошо, пью кофе. Регулярно, каждый день. Вас не должно это волновать, когда у меня были такие романы. Это не ваше дело совершенно. Чем бы вы жили, если бы не встретили Селима? Тем же, чем я сейчас живу. Я вообще не понимаю вопроса. А чем вы думаете, я по-вашему живу? Работой, хобби, жизнью. Странный какой-то вопрос. А чем я? С Селимом, что ли, живу? Я, наверное, на работу каждый день хожу и живу жизнь. С Селима я встречаю там раз в несколько месяцев. Чем бы я жила? Так бы и жила бы жизнью своей. Лена, вы очень красивые. Спасибо большое. Роза, я не считала, сколько дней. Ну, сколько-то живут. Они когда раскрылись, стали уже в полном раскрытии, тогда нормально стали стоять. Ну что, ребят, нет желающих? Хейтеры, чё, засали, как говорится, из-за баненых. Давайте, я вам ссылку пришлю. Выскажитесь. Стрельцы добрые, весёлые. Мой муж Барменталь. Это был его ник в 90-е. Тогда жил в Питере. Кто здесь из Питера, может, помнит Барменталь? Причём тут кофеварка. Ну, захотели, спросили про кофеварку. Нормально всё, чего? Как вы думаете, почему всю жизнь пользуетесь таким большим успехом у мужчин? Я не думаю, что я прям пользуюсь большим успехом у мужчин, но у меня никогда не было. Проблемы... Я никогда не была одинокой или нелюбимой. Не знаю. Наверное, потому что я женственная. Не знаю. Это надо их спросить. Лена, как вам хорошо с длинными волосами? Спасибо большое. Селим тоже так считаю. Кто бы ни говорил, длинные волосы молодят. Да я тоже смотрю, даже когда я была в другом весе, вроде казалось бы, надо быть ох и ах, а мне меньше нравится. Не столь женственная, как с волосами. С волосами лучше. Лена здесь была. Ну, я не знаю, она здесь не здесь, но не получилось пока выйти в совместный стрим. Что-то не срабатывало. Я ничего не продаю. Оксана мне написала «Вы очень женственная». Так. По существу будут какие-то вопросы, предложения, обсуждения? Ну, уж по крайней мере, мужиковитостью точно не страдаю. Девочки, мальчики, пишите. Тема какая, какую вы заведёте? Нет, не вышло бы ещё раз. Побрезгивало бы. Так. Лена, вчера сначала этот Никита раздражал, а потом послушал, и вы знаете, добрый парень. Да, абсолютно нормальный, нормальный человек. Если бы он согласился на эксперимент, я бы даже с удовольствием провела какой-нибудь такой эксперимент в прямом эфире, а то прямо куры налетели, там начали клеймить, какой он там, что и маникюр женщине не разрешает, ничего. Я бы для шутки ради предложила бы эксперимент вот так сесть, спокойно в эфире поговорить. Вот представь, допустим, что ты мой мужчина, а я твоя женщина, и мы живём вместе. И вот я говорю, что я хочу поехать сделать маникюр с педикюром, он 160 долларов. Ты говоришь свои аргументы против. И вот мы спокойно сидим и говорим, я уверена на 100%, что в результате этого разговора Никита скажет, езжай, сделай. Вот я на 100% уверена. Куры эти, заклеймили уже человека за это, заклевали своими тупыми головами. Такая прям мерзость. Вот они на то и куры, что они слишком мелко мыслят, им его только бы клеймить человек. Особенно, конечно, неприятно, когда это происходит, когда центр всего, и всей этой грязи, это человек, с которым ты был в отношениях. Это, конечно, самая мерзость. Поэтому, конечно, можно сказать, что ему не везет женщина. Я уверена. Я уверена в том, что он бы сказал, езжай, делай. Уверена. Поэтому не надо, как говорится, на зеркало пенять, коли рожа крива, если сама недоженщина и не можешь с мужчиной нормально найти общение и решать вопросы нормально, то не надо пенять на мужчину и клеймить его. Лиза написала, мне Никита понравился, стрим неплохой, Ильинок выглядел хорошо, и Ла, стрим тоже неплохо, спокойный и достойный. Я даже удивилась. А мне с ним просто комфортно. Я говорю, у меня со стрельцами хорошо. Мне даже не надо себя контролировать, у меня нет желания перебивать. Я нормально слышу, нормально воспринимаю. Мне комфортно разговаривать со стрельцами. Кто тут есть стрельцы? Давайте признаемся. Быстренько выходим в прямой эфир с Леной Хэппи. Я вам ссылочку пришлю, ликовую ссылочку держу. Давайте, стрельцы есть? Признавайтесь. Лена, найдите ему невесту. Но я не умею сегодняшно заниматься. Во-первых. Во-вторых, у нас с ним нет такого общения. Это вот раз появился он. Давай постримим. Ну давай. Может потом, через полгода или вообще никогда не появится. Сама я лезть не буду. У вас сто процентов получится. Вы мудрые и женственные. С вашей легкой руки все получится. Да потому что он адекватный человек. Он нормальный человек. С ним можно разговаривать. Откуда он родом? Он рассказывал, что он родился. Кто помнит? Не в Барнауле, девочки? Лена, поговорите со мной. Марина Полякова. Я готова. Вы хейтер? Напишите, пожалуйста. Напомните мне, пожалуйста, чтобы я как-то морально подготовилась. Лене, обижайся, но ты не знаешь. Никита Солан никогда не скажет «Да, маникюру». Блин, я обязательно ему напишу, скажу, «Никит, давай сядем в прямом эфире и поговорим с тобой. И ты не будешь кривить душой честно. Если нет маникюра, то нет маникюра». Я уверена, что он скажет «Да, маникюр». Вы не знаете моих аргументов. Вы не знаете, что может сделать нормальная женщина с мужчиной. Ничего там сделать с ним. А мужчина-голова, а женщина-шея. Куда шея повернется? Надо подход находить, уметь к людям, к мужчине, к своему. Я уверена, что он скажет «Езжай, делай маникюр». Уверена. Марина Полякова, если вы серьезно, напишите мне на e-mail, а также напишите, пожалуйста, сюда комментарий, хейтеровый или нет. Просто «Да, я хейтер». Нет фолловер. И чтобы я была готова. И я вам тут же пришлю ссылку, вы нажмете, и мы с вами поговорим. С каким животным вы себя ассоциируете? С человеком? Забаснов нормальный мужик согласен. Вы заметили, что он рассказывал, что он не жадный, а что он проверяет женщин. Вы заметили, что он до этого, как себя вел, он готов нагрузку брать за женщину, помогать ей, финансово поддерживать ее? В том случае, если он уверен в ней, если он уверен, что они идут в одну сторону, шагают вместе, что у них единые цели, и они хотят вместе жизни, и у них единые ценности. Там, хотеть дом, хотеть семью, хотеть то-то, то-то, то-то. И он нисколько не выглядит как жадным и не говорит, что, ну, глупость, но видно, что ты человек добрый. Даже вот это его поведение по отношению к бывшей, которая по лощи его не переставает. Он всегда очень четко, только про нее не будем говорить. Я говорю, да ты не волнуйся, у него самой ноль желания про нее говорить. Всегда очень четко, порядочно, как он себя ведет. Да, он в своих стримах срывается, но это у него наболело, извините меня. Но он не хочет, он ведет себя максимально порядочно. Тем более не хочет обсуждать свою бывшую с другой женщиной. Тем более с этой женщиной, о которой скажут, вот она там мстит или там плохо настроена против твоей бывшей. Вот он ведет себя порядочно. И, кстати, я тоже так себя веду. Я говорю, нет, нет, нет. Я даже в мысли не была. Ни за что. Мне даже это неприятно. Я бы никогда в такую ситуацию не пошла с тобой ее обсуждать. Никогда. Это отвратительно, грязно. То, что она себя так ведет, это ее только характеризует. Вляпался он. Лена, он ненавидит женщин. Неужели я этого не почувствовала? Конечно, нет. Конечно, ничего. Он никого не ненавидит. Вы только посмотрите, когда ему пишут женщины в стримах. Я сколько раз видела, там ему пишут, что-то там кто-то слал ему. Медвежонком, что ли, его называли. Он уж весь прям расплылся в улыбке и прям нежным голоском с ней заговорил. А когда у него была женщина, последний раз он говорил, Мариночка, Мариночка, так ласково. Ну что вы? Кого он не ненавидит? Глупости какие? Забас очень селфиш, тарахтел про себя как заводной. Ну, во-первых, стрим был посвящен ему. Во-вторых, у него, он интересная личность, у него яркая судьба, поэтому он и должен был тарахтеть о себе. Нормально у него с самомнением и с чувством достоинства абсолютно. Меня не смущает. Барнаул, Алтай, он родился. Пишет АРС. Лена, привет. Чатлане, привет, Ёлка. Его бывшая подружка теперь будет всем правдам и неправдам стараться свернуть его. Она вся извелась. Из-за вашего стрима я просто уверена в этом. Совершенно неадекватная реакция. Не хочу говорить о ней. Фу, не хочу. Пусть сама как-нибудь выкарабкивается и развивает свой канал без меня. Лучше бы депутаткой стала ты вместо него. Ну, что значит лучше, не лучше? Ну, у меня не было такой цели. Конечно, интересная эта мысль. Нет, это не будет договоренности. Речь о том, что я скажу, Никита, вот мы сядем и пообщаемся. Твоя точка зрения, что маникюр нужно самой делать с педикюром, моя точка зрения, что нужно ездить делать. Я хочу пообщаться, посмотреть в результат этого эфира или этого спора, удастся ли мне тебя переубедить. А вдруг тебе удастся меня переубедить? В чем же тут договоренность? Никакой договоренности. Все чисто. А потом, с какой стати он будет договариваться на эту тему? Для чего? Что там, на кону что-то стоит или что? Нет, смысл-то какой здесь? Лена, Никита бы запретил тебе делать маникюр, если бы он хотел на тебе жениться. Еще раз повторяю, что я бы с ним пообщалась, и я бы поехала на маникюр. Сто процентов. Лена, я не очень хейтер. Мне нравится эта формулировка. Я имею много чего вам полезного. Это классно. Вы мне написали письмо, я вам шлю ссылку. Я очень рада буду пообщаться. И зрителям будет интересно. Леночка, рада вас видеть и слышать. Здравствуйте, Людмила. Во всяком случае, во вчерашнем стриме Никита с Леной отлично монтировались в качестве собеседников. И Никиту было интересно слушать и вел себя достойно. Я уверена, что если бы как-то мы и подробнее пообщались, могло быть еще интереснее, что впереди, в принципе, еще можно сделать интересные стримы, потому что там такие страны, которые я посещала. И вот эти обстоятельства, это же надо, чтобы судьба как-то привела, это чтобы как-то идея такая возникла. Это очень интересно об этом узнать. Было интересно послушать разговор с Никитой. Лена дала ему выговориться, была прямо женственной. Ну вот я как бы не специально, я нормально просто к нему отношусь и какое у меня есть ощущение от человека, так я с ним веду себя. Тут как бы это все естественно. Лена – типичная ошибка женщины, которая думает, что она умнее другой женщины и что именно с ней он будет хорошим, добрым, понятливым. Да не будет. Я знаю, что вы говорите, только женщины все разные. И одна женщина подходит определенному мужчине, другая не подходит. А я вам еще раз говорю, что, ну мне что, Селим, что ли, не говорю, маникюр не делаю. Ну что вы, о чем вы говорите? О чем вообще вы говорите? Посмотрите, я всегда с маникюром. И как к нему еду, я делаю маникюр. Эпидикюр. Ну о чем вы говорите? Лен, то есть ты бы хотела начать свою жизнь с кем-то типа забазного, с обмана? Ты бы хотела, чтобы Селим тебя обманул в том, сколько он получает под прикрытием проверки? Это глупость, а не обман. Ну какой это обман? Если человек сделал такую проверку, ну это даже несерьезно относиться к этому серьезно. Несерьезно относиться к этому серьезно. Ну глупо. Это просто человеческие отношения. Какой обман? Ну какой обман? Это бы выяснилось там в ближайшие дни. Я не знаю, как вам это объяснить. Вы слишком серьезно относитесь к обычным человеческим отношениям. Не нужно так глубоко загоняться и обманом клеймить. Еще скажите, преступление. Ты никакой он не арбузер. Какой он арбузер? Он что, заставлял женщину там работать, а сам сидел дома и поедал все у нее в холодильнике? Или что, или он руку на нее поднимал? В чем он за арбузер? Он свои средства предлагал, свое плечо мужское, по жизни идти вместе, что-то добиваться. Арбузеров не видели. Посмотрите киношки в этом всякие. Всякие есть эти программы, где интервью берут у женщин, где на них руку поднимают, оскорбляют. И потом все это хуже, хуже. И происходят какие-то события. Вот когда мужчина там руку оскорбляет. Такое к этому относится. Про ненависть к женщинам. Ты закрываешь глаза. Лен, это не есть хорошо. Я не почувствовала ненависти к женщинам. Вы почувствовали? Почему я должна с вами соглашаться? Я никакой ненависти к женщинам не почувствовала. Он цельный мужик, написала Лиза Иванова. Я не знаю, когда у Забазного в последний раз была женщина. Я сказала про «последний раз была женщина» здесь, о которой все знают, о которой все говорят в видео. Я имела в виду известную всем женщину, о которой все знают. А кто у него там был последний раз, о ком он не рассказывал, откуда же мы знаем. Вот я сама делаю маникюр, и педикюр пишет «Мимино». И я не отрицаю, что есть женщины, и могут некоторые женщины делать, но там просто очень много нюансов. Мы сейчас не будем в это углубляться. Но даже вот толщина ногтевой пластины и длина ногтевой пластины, и много там всяких нюансов, что так получается, что кто-то из женщин сам может сделать. Это выглядит прилично, а кому-то нужно обязательно, чтобы делал профессионал, иначе это будет черти что. Поэтому там слишком много нюансов. Я, допустим, пользуюсь этим услугом не потому, что я не могу сама сделать, а потому что то, что я сделаю сама, это будет некрасиво выглядеть. Мне нужно, чтобы профессионал делал. Ленок, тебе бы журналистом быть, ты совсем можешь сесть за стол и с ЛГБТ, и с нормиком. И я не в осуждении, не боже упаси. Никита ни жена, ни навестник, просто ему не везло с женщинами. Поэтому он держится в такой позиции. Я абсолютно согласна. Абсолютно согласна. Когда он встретит своих женщин, все будет такие, мне тоже так кажется. С маникюром в том числе. Уверена. Вчера на стриме был приличный, интересный разговор и хороший рассказ о Никите. Спасибо вам большое. Женщина сама решает делать ей маникюр самой или мастера. Я вот зарабатываю хорошо, но маникюр и педикюр делаю сама. Купила всю машину, лампу, и шелак летит под ваши стримы только в путь. Вот именно. Это очень индивидуально. И тут даже не только желание, а еще возможности. Кто-то что-то может, у кого-то что-то. У кого-то руки-крюки, а у кого-то, ну, допустим, как вам сказать, правой рукой левую сделаю, левой рукой покрашу уже не столь хорошо. И если я говорю, есть много нюансов, что так я не сделаю, как сделает профессионал. А у кого-то получается, и у кого получается, я только рад за них. Поэтому здесь просто дело необходимости. Кто сам не может, не хочет, а не может по каким-то причинам что-то не получится, то тогда делают у профессионалов. Ничего такого этого нет. Дуры на свете столько много, и каждый имеет мнение. Но как Никите жить в этом всем, пишет Лиза. Можете описать будущее за базу на следующие 3-4 года. Нет, не могу. Я шо ж, Господь Бог, что ли? Лен, ты сама себя обманываешь. Я себя ни в чем не обманываю, как я вижу человека. Как я его понимаю, так я и говорю. Жду ответа. Сейчас. Понаписали же этих самых. Спасибо за... Спасибо за... Там был, наверное, какой-нибудь комментарий, но спасибо за 2 доллара. Я не видела комментарий. Я тоже не вижу в Никите плохого человека, пишет Лиза. Так, давайте я быстренько отправлю человеку ссылку. А как? А, ну да. Вон он. Сейчас. Мне нужно для этого айпэдик открыть. Сейчас, дорогие мои. Пока у нас человек не передумал, да? Вот у меня. Такая... А куда отправили ссылку-то? Нет письма от вас. Вы что? Может, в спам попало? Нету. А что вы ждете-то? Мне же нужно от вас письмо на мой e-mail, чтобы я вам ссылку скинула. А так, как... Что вы ждете? Куда я вам ссылку скинула? На мой e-mail письмо. Вот у меня ссылка моя на e-mail. Я вам ее скину. На e-mail. Пишите. Или вы мне сюда e-mail свой написали. Так мне неудобно. Мне удобно, чтобы вы мне e-mail прислали, чем я его тут буду выискивать в этих комментариях мелких. В начале XX века было течение женщин флепперки, которые нарушали общественные стандарты навязаны мужчинами. Курили, работали. Классные мне нравятся. Курили, работали. Курили, работали и выбирали, какую одежду им надевать. Они несли большой вклад в свободу. Классно. А, Себастьян, спасибо за комментарии. У меня нет настроения обсуждать Никиту и его бывшую. Мне это совершенно неинтересно. Особенно на эту бывшую плевать. Так, написал на почту. Зачем обещать? У меня нет вашего письма. Что это за такое отношение какое-то? Непорядочные. Я же говорю нет, значит нет. Какую вы почту написали? Как, зачем обещать? Для того, чтобы в спаме посмотреть. Вас нету спаме. Значит не написали. Нету? Напишите еще раз. Давайте я вам почту напишу. Да, да. Я собираюсь голосовать за Трампа. А что это? Какое-то преступление? То есть не я... Мы за президентов не голосуем? Напрямую? Ну, за республиканцев. Вот моя почта. Пожалуйста, на нее пришлите письмо с вашей почты. И я вам тут же пришлю ссылочку. Нет вашего письма? Не вижу. Кутикулу стричься маму тяжело. Моникор должен быть профессиональным. Ну, желательно. Но у некоторых женщин получается. Поэтому здесь это правда. Это правда. И у кого получается, это здорово. Поэтому я просто хочу сказать не ради того, что мне там нравится налево-направо раскидываться, а из-за того, что с донатик прислали. Спасибо большое. Очень приятно. Вот тоже за Трампа. Спасибо. А из-за того, что это, если получалось, то вопросов нет. Я бы тоже с радостью сэкономила и делала бы сама красиво, замечательно. Это же не с целью там транжирить, а по необходимости. Ольга я вам написала. Мне очень понравился стрим с Никитой. Спасибо большое, Оля. Я заметила, что было много положительных отзывов. Так, Татьяна, тут я с Леной согласна. Кто-то просто не умеет. Лена, скажите Лене. Лана, скажите Лене. Зачем обещала? Просила написать на почту. Когда продолжение стрима с Никитой? Не знаю, это от него зависит. Так, у меня вопросик. Ссылка на Донейшн ЛР теперь не ставится. Ссылку можно ставить, только они не присылают деньги. Я училась на курсах маникюра, как и многие вопросы уверены в стерильности инструментов, в которых мастер работает. Я нет, поэтому делаю маникюр сама себе. Но в Клавде я уверена. Она купила стерилизатор, а она стерилизует. Я много лет у неё делаю. Она подруга. Поэтому вот Оля М. написала спасибо людям, кто донатит. Да, спасибо. Очень приятно. Прямо настроение поднимает, комплименты. Вы хорошие интервьюеры. Раньше у меня была отвратительная черта. Я перебивала. Но почему-то... Мне кажется, что с Софией, своей подругой, мне кажется, я не перебиваю. Хотя, может быть, скажите мне. Может, я не помню. А с Никитой почему-то... Может, его сложно перебить, потому что он чётко говорит почти без остановок. Может быть, сложно вклиниться. Не знаю. Но мне с ним как-то комфортно разговаривать. И как-то вот даже не надо перебивать. У меня нет бесплатных страховок. Так, жду я, жду я письма. Ну, это, наверное, издеваются просто. А нет. Есть Марина Полякова. Всё хорошо, Марина Полякова. Сейчас я вам пришлю ссылку. Я думала, что вы шутите. Иногда, знаете, любит просто поиздеваться. Вот, Марина Полякова. Я вам отправила ссылку. Вы на неё просто нажимаете пальчиком. И возникает здесь на экране запрос. И я пишу «Открыть». И у нас сейчас будет какой-то сюрприз. Я не знаю ни вы, ни я не знаю, кто это. Но у нас будет с вами один такой момент. Что я не позволю повториться такой ситуации, которая у меня была в первый раз, когда вот так вызвался хейтер. И, ну, по-моему, нездоровый человек вызвался вот так вот стрим. Как только я почувствую, что, к сожалению, здесь нет такой кнопки вычеркнуть гостя, да, из стрима. Нет такой кнопки. Поэтому просто придётся прощаться и закрывать стрим со всем. Поэтому, если человек будет вести себя неадекватно, то имейте в виду, это не из-за страха, из-за чего-то, а просто я не хочу вот этих эмоций грязных, гадких. Они не нужны ни мне, ни вам. Поэтому я, конечно, закрою стрим. Не знаю, может быть, даже что-то грубое скажу человеку. Не знаю. Может быть, нет. Просто я хочу предупредить о возможном развитии сюжета такого, если попадётся какой-то неадекватный человек. Потому что я Марию эту Полякову не знаю. Она, может быть, не Мария, а вообще какой-нибудь мужчина. И не Полякова вовсе. И хоть и написала, что почти не хейтер или не совсем хейтер, то это более вероятно, что хейтер. Поэтому нас сейчас ждут всякие приключения, я так понимаю. Посмотрим, что из этого получится. А может быть, будет всё нормально и прилично. Это уж я перестраховываюсь. Поэтому вот так. Нет, именно с Никитой было хорошо. Ну вот мне тоже было легко, было приятно и как-то спокойно. Человек действительно интересный. Это была сама элегантность, спокойная прям была. Я ещё ни в её глаза не закатывала, ни сисюкала. Была красивая, спокойная женщина. Я ещё до этого спала тоже. Я устала. Я устала очень. Приехала, помылась, волосы просто я не накручивала ничего. Просто расчесала, поела. И я уснула. Он звонит. И я сонная, спать хочу, уставшая. Я поэтому сказала, давай вот вас только попозже. Он говорит, да, давай, мне всё равно делать нечего. И я такая, знаете, на расслабоне. Я была в домашнем платье. Я даже не переодевалась специально. И на это домашнее платье куртёнку накинула. Волосы расчесала. И губы накрасила. Подкрасила немножечко. И села. На расслабоне вот так вот. Какая там погода? Если у нас, то ветер дует. И такой, знаете, не солнечный день немножко. Спряталось. Что скажу о водолеях? У меня лично никогда не было романов, ни романсов, ни симпатий с водолеями. Поэтому ничего сказать не могу. Просто не знаю их. Лиза точно в потолок глаза не закатывали. В потолок иногда смотрю на тему, что не вспоминаю. Что такого? Ждём собеседника, ждём. Никита, заходи. Пишет Ольга. Марина, я первый раз. Как выйти? В смысле, как выйти? Откройте свою электронную почту. Я вам прислала ссылку. Просто нажмите на неё пальчиком. И вы окажетесь у меня в стриме. И я вас сюда запущу. Просто вам нужно нажать.